Общее сведение. Криптофталем относят к числу орфанных заболеваний. Распространенность аномалий ВЕК составляет 0,06% среди общего числа пороков развития. В две трети случаев установить причину патологии не удается, что свидетельствует о ее спорадическом возникновении. У одной трети пациентов диагностируют генетическую предрасположенность. Как одно из проявлений синдрома Фейзера данная аномалия развития глаза диагностируется с частотой 0,004 на 10 тысяч новорожденных и 1,1 на 10 тысяч мертворожденных. Статистические данные о встречаемости изолированной формы криптофтальма отсутствуют. Географических особенностей распространения нозологии не отмечается. Криптофталем причины криптофтальма. Криптофталем может возникать самостоятельно или на фоне синдрома Фрейзера, который наследуется по аутосомно-рецессивному типу. Аутосомно-доминантный тип наследования встречается среди пациентов с изолированной формой патологии. Выделяют следующие причины развития заболевания – воздействие тератогенных факторов. Установлена взаимосвязь между действием ионизирующего излучения приемом матерью медикаментов, алкогольных напитков и наркотических. Средств в период беременности и возникновением пороков органа зрения у ребенка. Генетические мутации. Мутации генов ФРМ2 и ФРС1 ассоциированы с формированием двухстороннего криптофтальма. Предполагают, что генетические дефекты приводят к нарушению метаболизма ретиноидов. Согласно другой теории, заболевание развивается из-за патологии эпителиально-мезенхимальной дифференциации. Внутриутробные инфекции. Высокой тропностью по отношению к органу зрения обладает вирус кори, герпеса и краснухи в случае внутриутробного инфицирования. Плода на двух сини месяца беременности. Патогенез в норме закладка век происходит на восьми неделя эмбрионального развития. Однако дифференциация и расщепление кожной складки на верхний и нижний века реализуется только на шести месяца. Окончательное формирование глазной щели происходит на семи месяцы внутриутробного развития. Воздействие патологических агентов со двух по семь месяцев эмбриогенеза приводит к нарушению образования века глазной щели. Важную роль в возникновении криптофтальма играет отягощенный анамнез. Подтверждением наследственной теории патогенеза является диагностика широкого спектра мутаций генов FRM2, FRS1, включающих нуклеотидные замены мутаций сайта сплейсинга, большие и мелкие дупликации микродилеции. Классификация в литературе по офтальмологии описаны случаи одной и двухстороннего поражения органа зрения. Двухсторонний вариант патологии чаще встречается у пациентов с полным криптофтальмом. С клинической точки зрения различают следующие формы заболевания, частичную. Развивается на фоне синдрома Фрейзера. Внешний вид больного характеризуется множественными поробками развития отсутствия бровей, низкое расположение линии и роста волос. На боковых поверхностях лба недоразвитие крыльев носа. Патология может сочетаться с умственной отсталостью разной степени выраженности. Полную нозологию отличается полным отсутствием век, желез и ресниц. Комъюнктивальная полость не определяется. Глазные яблоки сформированы нормально. Абортивную отсутствие век и придатков глаза сочетается с несформированными глазными яблоками. Симптомы криптофтальма. Клиническая картина определяется формой и характером течения заболевания. При частичном поражении пациента предъявляют жалобы на неподвижность век. Выраженный болевой синдром. Зачастую после оперативного вмешательства развивается вторичный лагофтальм, сопровождающийся повышенной сухостью глаз, зудом и сжением. Острота зрения колеблется в зависимости от степени дифференциации глазного яблока. При одностороннем криптофтальме возможны сопутствующие аномалии развития другого глаза. К наиболее распространенным относятся колобомы века или радужки. При полном варианте криптофтальма поражаются оба глаза. Зрительные функции резко снижены. Полное отсутствие сальных имиебомиевых желез приводит к развитию ксерофтальмии. Аборативная форма сопровождается необратимой потерей зрения и световосприятия. Низкодифференцированный зачаток глазного яблока может становиться причиной возникновения дискомфорта или болевого синдрома. Родители детей с криптофтальмом отмечают повышенную возбудимость ребенка до момента оперативного вмешательства. У некоторых пациентов из-за выраженного косметического дефекта наблюдаются проблемы с социальной адаптацией. Осложнение вследствие перехода кожи с области лба на бульбарную конъюнктиву и роговую оболочку распространенным осложнением частичного криптофтальма. Криптофтальма является помутнение и дистрофия роговицы. Длительное течение патологии приводит к формированию множественных язвенно-разивных дефектов. Наличие недифференцированного зачатка глаза в орбите часто служит источником развития инфекционных и воспалительных осложнений. Отсутствие хирургической коррекции криптофтальма ассоциировано с высоким риском возникновения злокачественных новообразований меланома, ретинобластома. Диагностика Диагностика криптофтальма включает физикальный осмотр и офтальмологическое обследование. Визуально определяется полное или частичное отсутствие век ресниц с переходом кожных покровов на область щеки. Детальная диагностика требует проведения УЗИ глаза. Методика позволяет оценить состояние глазного яблока, размеры глазницы, степень дифференциации торзальных пластинок. Исследование дает возможность визуализировать дефекты строения конъюнктивальной полости. Биомикроскопия глаза Применяется для изучения особенностей строения полости конъюнктивы, роговой оболочки и периферических отделов век. При частичном варианте криптофтальма исследование проводится с использованием красителя флоресцина. Компьютерная томография орбиты Метод показан при полной криптофтальме и для оценки структуры стенок глазницы и анатомических особенностей глазного яблока. Визометрия В случае полной формы зрения отсутствует при частичной резко сниженно. Дифференциальная диагностика криптофтальма проводится с анкилоблефароном и облефарией. Отличительная черта анкилоблефарона – сохранение подвижности глазного яблока на фоне полного или частичного сращения век. При облефарии наблюдается отсутствие или недоразвитие век, который может сопровождаться патологией органа зрения. Выявление фенотипических признаков синдрома Фрейзера требует консультации генетика. Лечение криптофтальма Медикаментозное лечение определяется формой патологии. При частичном типе криптофтальма показана консервативная терапия и оперативное устранение логофтальма. Медикаментозное лечение включает применение препаратов искусственной слезы. Лекарственные средства используют для симптоматического устранения повышенной сухости глаз, снижения риска развития кератокон-юнктивита и профилактики ксерофтальмии, противовоспалительных гелий и мазий. Медикаменты этой группы показаны при воспалительных и инфекционных поражениях переднего отдела глаз, провоцированных присоединением патогенной флоры. Антибактериальных средств Инстилляция антибактериальных средств для применения мазия необходима при развитии симптомов конъюнктивита или кератита. Реконструктивное вмешательство предполагает пересадку свободных лоскутов кожи и слизистой оболочки для коррекции логофтальма. При полном криптофтальме показана тотальная пластика полости конъюнктивы. Для этого хирурги-офтальмологи применяют 3-4 лоскута слизистой оболочки, после чего в полость орбиты помещают глазной протез. Завершает оперативное вмешательство блеферарафии. Косметическая коррекция сводится к глазопротезированию с использованием эктопротеза-эпитеза, изготовленного с учетом индивидуальных анатома физиологических особенностей строения органа зрения. Структура эпитеза включает в себя протез глазного яблока, ресницы, искусственный слезный и мышечный аппарат. Эктопротез фиксирует к оправе очков или кожным покровам при помощи специального клея. Продолжение следует...